Сколькими способами можно поставить на шахматную доску белого и черного короля, чтобы получилась допустимая правилами игры позиция? Итак, у нас есть две фигуры. Белый король и черный король. Но это такой совсем мрачный конец шахматной партии. Всех перерубили, кроме двух королей. Получается, король бьет, запрещает ходить другому королю. А вот там варианты. Там по-разному бывают. Есть три варианта. Когда король стоит в углу, тогда он бьет три поля. Ну, то есть, клеточка, на которой стоит, и еще три. Да, то есть четыре. Когда он стоит на стороне, но не в углу, то он бьет, считая себя, шесть полей. Считая себя, шесть полей. Когда он стоит в центре, то, считая себя, он бьет ровно девять полей. Ну, не в центре, а, скажем так, не на стороне. Не на стороне и не в углу. Да. И какой же ответ? И ответ. В первом случае, в первом случае, черный король может стоять на любом из шестидесяти клеток. Шестьдесят четыре минус четыре. Когда белый король стоит в углу. А сколько вариантов встать в углу? Четыре. Четыре. Значит, какая формула? Что надо сделать? Шестьдесят на четыре. Что шестьдесят на четыре? Почему вам лень сказать слово, ребята? Вот вам кажется, что вы этим экономите. В результате у вас в голову записывается не шестьдесят умножить на четыре, а шестьдесят четыре. И потом вы путаете. Что же делать с этими числами? Посолить, поделить, возвести в степень. Понимаете? Шестьдесят надо умножить на четыре. Шестьдесят умножить на четыре. Это все варианты, когда первый король стоит в одном из четырех углов, а, соответственно, другой не бьет его. Шестьдесят умножить на четыре. Записали. Дальше пошли варианты какие? Дальше варианты, когда он стоит не в углу, а на стороне. Сколько таких вариантов? Вариантов для... Семьдесят четыре. Сколько? Шестьдесят четыре. Шестьдесят четыре. Двадцать четыре варианта. Двадцать четыре варианта. Потому что вдоль стороны шесть таких клеточек, да? Итак, с самого начала. Шестьдесят умножить на четыре плюс вдоль стороны четыре умножить на шесть. Это двадцать четыре таких клеточек. И когда вы ставите на любую из них короля, сколько остаётся? Остаётся 58. То есть 64 минус 6, да? Да. Да, остаётся 58. Молодец. Дальше. Значит, всего, когда белый король стоит на стороне и не в углу. 24 умножить на 58, да. И дальше? Нужно 24. И дальше есть вариант, когда он стоит в центре. Не в центре. А не на стороне и не в углу. Сколько таких клеточек, которые не на стороне? Таких клеток 6 на 6, 36. 36, молодец. 36 таких клеток. В каждом случае он бьёт, считая себя, ровно 9 клеток. Да, верно. Значит, 36 минус 9, это получается 27. О, ужас. Ой. О, ужас. О, ужас. Стоп. Когда мы так, где мы смотрим, давай белого 36, надо встать где-нибудь. Да. А у чёрного? А у чёрного 27. Нет, вот эти. Забыла. То ещё у чёрного тут надо встать. А, точно. То есть, все 64 минус 9. Чёрный король. Если белый король. Это будет 55. И у него получается... Это, наверное, 36 умножить на 55. Замечательно. А теперь целиком формулу. 60 умножить на 4 плюс 24 умножить на 5. Нет, всё-таки не 60 умножить на 4. Всё-таки 4 умножить на 60. Да, 4 умножить на 60. Плюс... Плюс... 24 умножить на 58. Плюс... 35 умножить на 36. Всё-таки 36 умножить на 55. Сначала выбираем любое из 36 полей. И потом для второго короля получается 55 вариантов. Согласны? Да. Молодцы.